Опасный налёт. Дачники сразу нескольких садовых товариществ бьют тревогу. На листьях деревьев и растений появился странный серебристо-чёрный осадок. Владельцы участков обратились в общественное эко-движение «Время Че». А активисты не только сами приехали на место, но и пригласили передвижную лабораторию эко-мониторинга. Результаты экспертизы у Маргариты Хижняк. Сейчас на листьях нет, у нас такое дожди прошли, а весной было всё усыпано, серебристый такой пыль. Виктор Мальцев показывает на листочках остатки таинственной пыли. После прошедшего накануне дождя серый осадок оказался практически смыт. Увидеть его можно только на клубнике. По словам садовода, неизвестный налёт покрывает листья деревьев и овощи несколько раз за дачный сезон. Мучина переживает, не повредит ли здоровью такое явление, так как урожаем он кормит и детей, и внуков. На листьях это здорово заметно, на помидорах особенно. И листья по краям, вот у огурцов они как обгорают. Жалуются садоводы и на едкий запах. Уверяют, у некоторых он даже провоцировал приступы удушья. Узнать, откуда ветер дует, садоводы решили с помощью волонтёрского экодвижения «Время Че». И написали коллективное обращение. Сегодня активисты приезжают в сад провести собственное расследование. Рассказать о проблемах готов каждый второй. Есть у жителей и подозреваемые. Ну вот у нас рядом ТЭЦ, там дальше ЧМК, ну такие заводы, такие, ну промышленность. Ну откуда больше, ну без озера. Однако на предприятиях свою причастность к загадочной пыли опровергают. Ближайшая ТЭЦ-3 работает только на природном газе, сообщают сотрудники по телефону. А на ТЭЦ-2 ежедневно в онлайн-режиме мониторят вещества, проходящие через дымовые трубы. Результаты публикуют на сайте компании. И уверяют, превышений нет. Так, искать виновников можно было бы очень долго. Но на помощь приходит новейшая техника. Экодвижение «Время-ЧИА» совместно с общественной палатой Челябинской области направили запрос в Министерство экологии, для того, чтобы нам предоставили лабораторию. И Министерство экологии провело забор проб воздуха. Это у нас на аммиак, газонализатор. Это определяет диоксид и оксид азота. Диоксид серы и сероводород. Оксид углерода. Формальдегид. Чтобы проверить наличие примесей, передвижной лаборатории требуется два часа. Пробы буквально всасываются внутрь трубы и прогоняются через аппараты. Показания меняются каждые несколько секунд. Именно поэтому пробы берут не один раз, чтобы вычислить корректные данные. Взятые пробы проходят химическую реакцию в пяти разных анализаторах. Определяют и содержание пыли. Некоторые, как, например, оксид углерода, он же не пахнет. То есть на запах нельзя определить вещество. Не все вещества нужно определить по запаху. И не каждый запах свидетельствует о превышении. Брать пробы воздуха экологи приехали сюда, в садовое товарищество «Лесная поляна». Однако жалобы специалистам приходили из других дачных участков. Например, из таких, как СНТ «Учитель» и трактора «Сад-3». И вот первые данные мониторинга. По всем основным газам превышение сотрудниками лаборатории не зафиксировано. А вот формальдегида в воздухе над садами оказывается на 1,7% выше нормы. Но это, отмечают специалисты, не критично и не опасно для человеческого здоровья. Что касается происхождения загадочной пыли, ее первоисточник активистам еще предстоит выяснить. Волонтеры намерены сделать заборы воздуха и в других садовых товариществах, откуда поступили жалобы. А также планируют собрать круглый стол с участием собственников пострадавших участков, сотрудников Минэкологии и промышленников.